Чтобы приготовить идеальный ростбиф, нужно со всей серьезностью отнестись к процессу. Немаловажную роль играет температура, при которой готовится мясо. Найдя оптимальный режим, вы получите, что нужно. Перед вами простой рецепт, который подскажет, как приготовить идеальный ростбиф. Самое главное, определить оптимальную степень прожарки мяса. Если пользуетесь барбекю-датчиком, тогда можно легко выставить необходимую температуру. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Перец болгарский и лук очищаем и измельчаем. Перекладываем овощи в ступку и заливаем оливковым маслом. Добавляем измельченную петрушку и чеснок, соль, перец красный и черный. Толчем смесь в ступке до получения пастообразной массы. Я использую говядину, завернутую в тонкий слой жира и обмотанную шпагатом. Сверху наношу полученную пасту. Перекладываем мясо в керамическую жаровню. Установите на среднюю полочку духовки. Выставите температуру 180 градусов. Дополнительно я использую цифровой барбекю-термометр, который показывает температуру прожарки мяса изнутри. Я предпочитаю мясо средней прожарки, потому выставляю термометр до 63-67 градусов С. Готовлю мясо 50 минут. Приготовленное мясо оставляем в выключенной духовке настояться. Примерно 10-15 минут. Приятного аппетита! Подписавшимся. Больше вкусностей. Вкуснее тем, кто подпишется. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Говядина, 2 килограмма. Петрушка, по вкусу. Чеснок, 2 зубчика. Масло оливковое, по вкусу. Перец, по вкусу. Красный и черный. Соль, по вкусу. Лук репчатый, половина штуки. Перец болгарский, половина штуки. Количество порций, 5-6. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. До встречи!